Вот тут вот одна, тут пять, опять четыре Не будьте как я, учитывайте все эти моменты и нюансы Но зато это эксклюзивная вещь Ни у кого таких больше нету Всем привет! Сегодня будет видео немножко такое творческое Творческие видео начинаются на помойке Как всегда видите, мы тут на помойке Это мой задний двор И на заднем дворе у меня такая куча с черметом Брат мой тоже тут притащил Ну и моя сантехническая хрень И есть у меня вот такие чугуниевые радиаторы Они в заводском грунте Бэушные, но почти новые То есть они очень мало отходили И выкидывать их мне было жаль Потому что я знал, что они чистые внутри И стенка у них 100% Поэтому, короче, я их не выкинул и сохранил Точно то же самое касается вот этого чугунного радиатора Он не биметаллический, он тяжеленный, капец Ой, блин, чугуниевый Вот, ну короче, такие приборы, которые еще где-то походят Где-то с твердотопливным котлом Где-то их можно примудрить, что-то Которые просто жалко выкинуть Они у меня хранятся на помойке Да, вот именно так Это такая помойка-склад То есть перед тем, как выкинуть Оно еще какое-то время должно полежать Мы их приведем в божеский вид И превратим 4 куска чугуна В товарные единицы Приготовил радиаторик, приготовил инструмент Обдирочные круги, зачистные И купил такой, как у Пал Юрича Подобие того, что Пал Юрич использует Этот подешевле в два раза Но я так думаю, что он и хуже будет Щеточки, не щеточки И, короче, вот здесь дефекты литья Вот эти вот зазубрены, кривость вот эту Здесь вот, смотрите, 3 пупырышка Здесь 2 пупырышка Здесь 3 таких пупырки Вот тут вот одна Тут 5 Опять 4 Не знаю, для чего эти пупырки Короче, вот напишите в комментариях Любопытно Вот, ну и, короче, сам радиатор Видите, он такой необычной формы Не как типичный чугунный радиатор Он отличается, он гораздо уже Вот, и по форме сильно отличается Он такой И протоки у него тоже более узкие Вот, ну, короче Такой, знаете, с претензией на Арбония Там, или Зендер Вот я вам покажу фотографии Как они выглядят Вы видите сейчас на экране И вот я сейчас, короче, хочу к этому стремиться Понятное дело, что это будет не точная копия Не реплика Ну, просто, чтобы он у нас был как эталон Вот, в общем, друзья Если вы это смотрите Значит, у меня все получилось И я вам показал отличный результат Как все здорово и прекрасно Недорогие, или, вернее, халявные радиаторы Там у меня остались с одного объекта Я их не стал сдавать на чермет А так как они в очень хорошем состоянии Я их оставил Вот Типа недорогие радиаторы Там, копеечные Превращаются в офигенно красивые И все суперски И так далее И типа дешево и недорого И все так классно суперски Но на самом деле, друзья Я замучился уже Вот вы видите классный результат В конце этого ролика А в настоящий момент времени Ой, правда А в настоящий момент времени Я жестко замучился И я понимаю, что Это стоит конского труда А любой конский труд Стоит денег и времени Это я, знаете, просто вот Для контента, для канала Просто как мастер-класс Там кто-то для себя Может заморочиться Но на самом деле Это Это конский труд И он стоит денег Поэтому Я не стану агитировать вас За то, чтобы вы это повторяли Потому что это реально Очень тяжелая работа Для того, чтобы добиться Хорошего результата Придется Поднапрячься И как минимум Оторвать жопу от дивана Поэтому Вы должны это учитывать И Не быть как я, скажем так Не будьте как я Учитывайте Все эти моменты и нюансы То есть в любом случае И придется потрудиться Чтобы добиться результата Но и то Результат еще под вопросом Потому что Вы-то увидите В конце этого ролика Отличный результат Потому что Не будет результата Не будет ролика И если вы это смотрите Значит результат есть А я на текущий момент времени Не понимаю Есть результат или нет Просто я сейчас это делаю И вот вы смотрите За мной Как я это делаю А на самом деле Пока результатом явилась Вот эта черная рожа И черные руки Но посмотрим Что из этого будет Короче Еще два радиатора Два я уже сделал И еще два предстоит Ну ушло на это На два радиатора Примерно два часа Я замучился Честно скажу Руки гудят капец Болгарки горячие Обе Сейчас Пойду умоюсь Сделаю небольшой перерывчик И продолжу Так Ну все Я подкрепился Вот Короче Ну вы видите Да Пылище Такая села Короче На все На все Что можно было И на все Что было нельзя Вот такая вот Фигня Вот Ну ладно Продолжаем Короче Нашу работу Едем далее Приготовил красочку Вернее Готовлю Красочка Специально Для радиаторов Она бывает Только белого цвета А я хочу Получить серый цвет Чтобы получить серый цвет Я использую Черный колер И белую краску Для радиаторов Использовать Не специальную краску Не для радиаторов Там автомобильную Какую-нибудь эмаль Или какую-то Любую другую Не совсем правильно Потому что Она не рассчитана На такие температуры Вот это рассчитано Поэтому Если вам нужно Получить какой-то Другой цвет Кроме белого Используйте белый Плюс колер Погнали Первый слой Сейчас закатаем Первый слой Будет белого цвета А потом уже Будем колеровать Но пока так Просто Чисто как Я не знаю Типа А-ля грунт Что ли Я не знаю Первый слой Сейчас немножечко Подожду Здесь у этой краски Межслойная Сушка Не особо долго Поэтому Сейчас немножечко Подожду Она схватится И начнем Второй слой делать Настал следующий день Мы с вами Остановились Вот на таком Цвете Вот такой Перламутровый Эффект Это вот такое Декоративное Покрытие С перламутровым Эффектом Такая Красочка Она дорогая Ее мало Баночка Всего 300 мл Но на самом деле Ее намного Хватает Вот И короче Сегодня будет Еще один слой Вот Еще темнее И это будет Просвечиваться Через него Как именно Я покажу Декоративное 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 Короче вот так красочка выглядит После схватывания Но она только-только Подсохватилась Вот на отлип Уже можно Прикасаться Но еще не подсохла Для следующего Слоя Следующий слой Будет часа через два Ну и пока Это время идет Я тут порядочек Навожу У меня тут Видите Бардак какой Как коллега Александр Скажет Мамай пробежал У меня здесь Стадо Мамаев Пробежало Стадо Мамаев Подхваченное Каким-то Бешеным Смерчем Походу Вот такой Километр Гибких Подводок Откуда-то Нашелся Блин Накопились Там Сям По одной Подве Блин Уже целая Кипа Надо что-то С ними делать Короче Ну и пока Время идет Навожу Порядочек States' Сами Бурбурбурра Сами Сами Прокрасно Урова Редакли Бурбурбур Perform Для ol Сами Опха Сами Сами Закончил я работу, друзья Навёл порядочек Здесь видно пол в кое-то веке А то не было видно Теперь тут можно даже ходить по этому полу Но гибкие подводки я не придумал ничего умнее Как просто на гвоздях повесить Вот так выглядят приборы Так поблёскивают Но на самом деле Я ещё вчера это сделал И я на камеру снял И не получилось показать Как они выглядят При слабом освещении При сильном свете Наверное, всё-таки лучше всего будет видно При дневном свете Вот так они выглядят Короче, я брал ткань Которая не отделяет ворс На неё кисточкой наносил Красочку И ей, этой тканью Уже ровненько водил По этим протокам Чтобы получились такие Перламутровые, шёлковые нити Вдоль этих протоков Ну и здесь тоже Специальной кисточкой на мазюку Кисточку тоже нельзя Макать в банку С краской Ну такая специальная краска Можно только Взять тряпку Которая не отделяет ворс Эту тряпку макнуть в банку А уже в эту тряпку Макать кисточку Ну такая, короче Замороченная краска Ну и, короче Такой вот цвет получился Подводя итог, короче Я для себя понял, что Слишком много труда Слишком много заморочек Если, блин, было бы много Этих радиаторов Тогда имело бы смысл Блин, ну четыре штуки Просто слишком много труда ушло По материалам По работе По трудозатратам Это получились Дорогие радиаторы На самом деле Вот Но зато Это эксклюзивная вещь Ни у кого таких больше нету Вот Кто-то скажет Там можно было бы Не заморачиваться Поехать в магазин Купить современные приборы Блин И жить припевающе И да Ну а современные приборы Они, блин, как правило Белого цвета Мне тут Один заказчик сказал Недавно Говорит Не хочу я панельные радиаторы Чтобы они как в больнице Были вот под окном Просто кусок блевотины Просто смотреть на них Не хочу Просто это мне неприятно Они мне просто Остопиздили И я его в этом отношении понимаю Потому что я тоже с ними Работаю каждый день И мне они тоже Остопиздили И тут я решил отвести Немножко душу И сделать вещь Которая все-таки Как минимум Будет привлекать внимание И не будет видно Что под окном Просто радиатор Обычно Если это чугунный радиатор То он, как правило Облеванный Некрасивый Вот А здесь Я постарался сделать так Чтобы на него Приятно было смотреть Ну короче Такой Маленький мастер-класс Вот За основу Я брал Видео уроки Отделочника Павел Сидорик Канал называется О ремонте И отделке Канал Вот Там Была Основа взята Но все остальное Там Надрочено На форумах Где есть Маляры Были задрочены Знакомые Отделочники И Опыт Скажем так Набирался Большей степени По телефону Ну вот так получилось Это был мой первый опыт Не судите строго Что касается цвета Это все конечно Вкусовщина Вот А что касается Трудозатрат И затрат ресурсов И материалов Ну не рентабельно Как по мне Потому что Ну смотря с чем сравнивать Если сравнивать С Арбонией Или с Зендер Там Или Ну Арбония Конечно они не похожи На трубчатые радиаторы Только если издалека В темноте Там из очень далекого Далека В очень темной темноте Но с другой стороны Арбония тоже делает Чугунные радиаторы И они там денег стоят И там нормальных денег Они стоят Там если сравнивать с ними То тут вообще Считай даром Вот Ну короче Такое видео получилось Не судите меня строго Вот А я желаю вам всем удачи И пока Мне достались Вот эти чугуниевые радиаторы Блять Кто там надрачивает Короче Ребя Ребя Ребзя По центре Бахнул я Короче Три слоя Ну и плюс еще Они формы Необычные Не как Чугунные радиаторы А Ну Блять Как вы меня заебали уже Выключить нахуй Три слоя Три слоя